Спонсор данного выпуска детский интернет-магазин кроваток-машинок Слипкар. Ссылочка в описании. Ребятки, всем салют. Посмотрите, какая у нас прекрасная погода. Настяка радуется, я какой-то поздно зашел. Ой, нет, ты снимаешь? Короче, сегодня, какой ноября? А сегодня, а какое ноября? Восьмое. Смысл в чем? То, что последний выпуск, который был четвертого, я снимал, он прям зашел. Я, конечно, не хотел снимать в такой концепции, ходить по пляжу рассказывать, но, скорее всего, это действительно актуалочка. Те, кто хочет приехать в Сочи, они хотят посмотреть, как действительно сейчас обстоят дела. Вчера была прям очень холодная погода. Ну, так говорят, местный сочинский, это прям что-то с чем-то. Сегодня распогодилось, всю неделю будет светить вот такое прекрасное солнышко. На улице тепло, вот на солнце в теньке прохладно. Море, ну, штормит, но не сильно. Сегодня хочу выпуск посвятить с вами вместе прогуляться по пляжу вдоль Рэдисона. Мы с собой взяли такой пакетища игрушек, дети у нас хотят поиграть там в песке, а там интереснейший песок. Досмотрите выпуск до конца, я вам его покажу. Вот, поэтому мы идем с вами по другой стороне. Если в прошлом выпуске мы шли с вами вон в ту сторону, там, где горы, дошли до границы с Абхазией, то в этом выпуске мы идем, наоборот, в сторону Олимпийских объектов. Погнали! Итак, друзья, мы с вами начинаем путь. Вот, от вот этих вот апартаментов. Лухари для инста девчонок. Здесь лето можно увидеть, как приезжают компании девчонок, стоят на балкон и фотографируются с потрясающим видом. Стоимость вот этих вилл, по-моему, от 15 тысяч в сутки. Возможно, сейчас дешевле. Но нам они не нужны, поэтому мы идем дальше. Вон где-то Темка. Смотрите, цветы моря какой потрясающий. Проглядывается песочек, ну, такой очень-очень мелкая галька. Сейчас с вами полетаем, посмотрим классные виды, как здесь все открывается. Стая. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ладно. Это называется Арфа Парк Отель. Вот, видимо, люди прямо оттуда, в халатах, по кайфу, фотосессия. Артем, пошли. Стоять, Владимирич! Стоять! Владимирич! Стоять, Владимирич! Ну, вообще, конечно, меня Сочи очень сильно удивляет. И я очень кайфую от погоды, от того, что мы до сих пор ходим в шортах. Да, вечером прохладно, но это не погода в Москве, ее даже никогда сравнить, сравнивать не буду. Тут очень-очень кайфово. Владимирич! Пляжи пока пустые, но сейчас еще и времени мало, не обед. Посмотрим, что будет ближе к обеду. Вот такая вот обстановка. Владимир! Владимир! Вот мы такие ходим в шортах, и вот, видимо, местный житель. Вообще, на самом деле, резкий контраст местных жителей и, ну, тех же туристов, либо, например, таких голодных, как мы, на жаркую погоду, на теплую погоду, точнее, как сейчас уже теплая, не жаркая. И мы вот готовы щеголять вот так вот в шортиках, просто при стюмчиках, и нам от этого очень хорошо. А местные, они уже одеваются, я вот это видел, уже и в шапках ходят, есть, видел, девчонки ходят в этих бэка-шубах, но, типа, купили, надо уже одевать, все-таки ноябрь. Как всегда, можно увидеть рыбаков, барабулечку, наверное. Вон, раз, два, три, четыре удочки, и у него еще и пятая. Родион, стой, алло! Вот олимпийские объекты уже виднеются. И вот он, виднеется, отель Рэдисон. Это не реклама, мне не платили. Просто нравятся их отели, их территория пляжная. Мы как-то тут гуляли в каком-то году, не помню. Ну, кайфовый песочек, как такой, как с Мальдив, как будто его завезли, прям мука-мука белая. Видите, пришли, начинают переодеваться уже, потому что тепло. А вообще, я сегодня хотел взять сап-доску и покататься, но, учитывая, что опыта у меня мало, а все-таки на море есть волны. Я думаю, что я не буду. Я дождусь, наверное, завтра-лево-послезавтра, и мы вместе с вами заплывем туда, подальше. Сделаем, снимем в этом выпуск, расскажу, как взять, сколько стоит, где и как плавать. Поныряй, может быть. Вот видите, в общем, по людям прям контраст. Кто-то в кофтах, кто-то в шортах, кто-то уже голый сидит, кто-то купается. Все по-разному. Ну и, друзья, возле Редисона, конечно же, побольше людей, потому что здесь есть песок, вон он уже виднеет. Сейчас подойдем поближе, я вам покажу. Есть навесы от солнца, но они сейчас неактуальные. Сейчас прям нужно солнышко. Вон кто-то в пуховиках вообще, и в шапках. Находится, наверное, он метрах 500 от набережной. Ой, от набережной, ну, у входа, где мы обычно заходим. Как он? Ресторан Магеллан. Метрах 500. Вот видите, какой беленький песочек, прям такое пятно. Очень кайфово, что поставили вот такие скамеечки с навесиком. Ресторан Клёва Новикова. Вот видите, как здесь галька-галька-галька, шлымс и песок. Вообще кайфный, мелкий здесь, прям такая атмосфера. Вон, видите, все сгорают, лежат. Короче, находится он вот напротив ресторана. 5642-я высота. Вот футбольчик. Ай, кайф. Ладно, пойдемте с вами прогуляемся вдоль. Так вот мы разместились. Пусть детки играют. А мы с вами пойдемте прогуляемся. В общем, вот он отель белый. Покажу вам дальше историю, как все это выглядит. Вот навес вообще летом здесь полно-полно лежаков. И вот в этих вот столбиках идут перегородки. В общем, кто хочет здесь лежак, тот, соответственно, платит. Если у тебя есть браслет, это в Рэдисона, то, соответственно, оно бесплатно. Любите? Кайф, кайф, кайф. Какая же классная погода. О, смотрите, вон детская площадка. Прям актуалочка. Может быть, мы сейчас тоже сходим туда. Так, ребята, кто знает, откуда этот песок? Напишите, пожалуйста, в комментах. Так, вот детская площадка. Ну, красиво здесь, красиво. Так, песок, смотрите, какой. Ой, кайф. Да, прям такая мука-мука. Класс. Так, вот он как бы центральный вход. Но мы пойдем дальше. Вот видите, какой резкий контраст. Вот стоят в купальниках, тут же сидят в куртках. А где-то вообще люди в пуховиках. Вот правильно занимаются. Классно, классно, классно. Я лично этот кусок и меритинки вообще обожаю. Ну, разве тут не кайфово, а? Посмотрите, и песок, как будто ты не в Сочи, и как будто ты даже не в Крыму. То есть в Крыму нет такого песка. Как там его называют крымскими Мальдивами, но там не так. Посмотрите наши выпуски, мы подробно все снимали. Ну и все, видите, а дальше что заканчивается? И начинается галька. Ну а теперь я вам предлагаю подняться вверх и посмотреть с высоты. А это, видимо, какое-то покрытие сначала лежит, а потом сверху вот на покрытии уже завозят вот этот песок. Ладно, ребятки, полетели повыше. Посмотрим, как это смотрится с высоты. Все для вас. Полетели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, вот он. Вот так выглядит с набережной. То есть пройти его невозможно. И, кстати, вот эти вот металлические парковки для велосипедов и самокатов, они вот уже неактуальны. Я в том выпуске рассказывал про нововведение самокатов. Видите, они все пустуют. Наверное, их скоро демонтируют. Смотрите, как кайфово. Класс. Ну и территория Рейдис, она, конечно, всегда радует глаз. Какие пальмы. Посмотрите, как тут клево. Класс, 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 класс. Класс. Ну и выпуску, конечно, ребята, класс. Эх, хорошо, 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 хорошо. Небольшая вставочка. Посмотрите, ближе к обеду, сколько стало народу. Это вы встретились с ребятами, с подписчиками. Смотрите, в волейбол уже играют. Смотрите, как тут много стало людей. Как было утром, да, и как сейчас. Я вот не пойму, это у всех отпуска начались только сейчас? Или все без работы остались, получили оклады и переехали в Сочи? Ну что, ребята, вот такой вот выпуск у нас с вами получился. Делитесь выпуском, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И за поддержку вам, конечно же, огромное спасибо. Напомню, что это Адлер и Митинка, пляж Рейдисон. И самое главное, что это ноябрь. Все, пока. Субтитры подогнал «Симон»